Программа газификации Ульяновской области будет продолжена, несмотря на задолженность региона перед Газпромом. Об этом заявлено на межведомственной комиссии по вопросам контроля за расчетами теплоснабжающих организаций по газу. В совещании приняли участие губернатор Сергей Морозов и заместитель председателя правления Газпром Валерий Голубев. Из столицы Валерий Голубев приехал лично обсудить текущие договоренности между Транснациональной энергетической корпорацией и Ульяновской областью. Его интересовали также планы на дальнейшую газификацию региона. Недавно в Газпроме рассматривалась программа финансирования на 2019 год и наш руководитель Алексей Борисович Миллер подтвердил, что все обязательства Газпрома перед всеми регионами по программам газификации будут на 100% выполнены, несмотря на все сложности. Газпром гарантирует, что программа газификации в Российской Федерации будет продолжаться очень интенсивно. Уровень газификации Ульяновской области 68%. Это средний показатель по России. В региональном правительстве сообщили о скорой газификации порядка полутора сотен населенных пунктов. В частности, в ближайшее время голубое топливо придет в дома сел Студенец, Красная Балтия, Никольская и Беркулейка Кузоватовского района. А также село Остродамовка Сурского района. У нас с вами сейчас 25 магистральных газопроводов межпоселковых, внутрипоселковых проектируется благодаря поддержке Газпрома. Вся программа, которая у нас запланирована, на секундочку порядка около 4 миллиардов рублей. Обсудили и задолженность региона перед газовиками, и способы решения этой проблемы. Региональное правительство в полном объеме возьмет в свою собственность все теплоснабжающие организации, для того, чтобы взять на себя все расчеты по тому соглашению, реструктуризации, которое было подписано перед Газпромом. Кроме реструктуризации долга, будут созданы специальные подразделения, которые займутся платежной дисциплиной, а также будет продолжена программа модернизации теплоисточников. За два года в регионе будут модернизированы 63 теплоисточника на общую сумму около 500 миллионов рублей.